добрый день дорогие мои друзья итак мы продолжаем наш какой-то небольшой учебный или просто познавательный курс который посвящен созданию хорошей точной выкройки о чем мне сегодня хочется поговорить ну мне хочется сегодня поговорить о том как мы с вами создаем вот такое вот рисуем вот такой технический эскиз совершенно не обладая какими-то способностями к рисованию и так далее но тем не менее для нас это очень важно но прежде чем перейти к подробному рассказу об этом мне бы хотелось обратиться к вам с просьбой мои дорогие пожалуйста присылайте интересные вам темы нужные вам темы потому что мои фантазии уже как-то истекают и я не знаю о чем вам снимать видео в следующую недель куда сегодня вот поймала хорошее светлое время в сутках у нас нормальное освещение все хорошо видно можно было бы работать и работать и снять много много видео но мои дорогие присылайте свои пожалуйста просьбы единственное что я пока не могу удовлетворить какие ваши просьбы это просьбы которые требуют операторской съемки то есть вы понимаете вы должны понимать что я сейчас нахожусь москве здесь я работаю занимаюсь с вами очно оператор мой муж живет челябинске и вот как минимум на полгода нас получается вот такая жизнь и могу я снимать технические и могу я снимать вот эти вот видео по пошиву по раскрою на ткани по по узловой обработке по технологии обработки только тогда когда сама нахожусь в отпуске то есть летом когда я бываю в челябинске но все остальное что касается черчения это пожалуйста на здоровье и так посмотрите вот у кого есть такая книжка моя или та которая называется сейчас секретами я буду вам рассказывать тему которая называется которая называется как построить как нарисовать вот она полуприталенный силуэт и рассказ пойдет о том вот на этой страничке 47 здесь все описано я вам покажу на практике как это делается как нарисовать все таки правильную силуэтную форму например мы оформляем вы знаете уже хорошо что мы всегда начинаем работу с оформлением технического задания но здесь уже второе техническое задание потому что я уже изменила базовую конструкцию появился вот такой вот вырез появились на кругу талии на грудные вытачки из бокового шва появился средний шов по спинке и шлица которая там находится так вот это сегодня такой технический эскиз завтра он может быть совершенно другой как же нам построить вот это вот техническое задание номер один вы видите здесь уже базовая они базовая конструкция изображена когда вытачки находятся все вот на таких вот местах но тем не менее в любом случае вам обязательно нужно сделать это как можно точнее и поэтому я сейчас покажу вам те нехитрые приемы которые при этом у нас будут работать и использоваться давайте запишем заголовочек как нарисовать технический эскиз просто напишем технический эскиз ваша задача как закройщика конструктора создателя одежды ответить прежде всего себе на вопрос и очень точно договориться со своим клиентом о том о том какой формы будет ваше изделие раз и на каких участках фигурки будут расположены те или иные какие-то декоративные отделочные элементы которые могут быть и выточками и рельефами и складками и защипами и оборками и и карманами и всем совсем чем угодно так вот это сделать практически невозможно если вы не умеете изображать контуры женского тела пропорционально выверена потому что ваши кармашки могут оказаться около коленочек например на юбке вместо того чтобы поднять их выше ну и так далее может быть всякая неприятность давайте посмотрим как я это делаю прежде всего я всегда рисую хотите повторяйте за мной я рисую два вот таких вот плечика я пока поработаю в тонких линиях нет вижу что вам наверное это не видно хорошо будем сразу работать вот так вот четко ярко значит я рисую два плеча между ними вырез горловинки плечи я не делаю наклонными так они воспринимаются более привлекательно будем так говорить хотя в жизни конечно они имеют какой-то небольшой наклон далее я всегда рисую две вот таких вот наклонных симметрично друг другу линии они обозначают у меня боковые швы хочу обратить внимание ваше на то что очень часто вы рисуете и здесь изображаете вот такую вот пройму но посмотрите на себя перед зеркалом встаньте если вы видите вот эти конечные точки плечиков своих да а потом смотрите на талию глазками продолжаете смотреть на талию вы никогда не видите вот этих дырочек которые часто изображаете во время набросков вот этого технического эскиза поэтому никогда вот этих дырочек не делайте вы всегда видите плавную вот такую вот прямую линию Затем выбираем линию талии Если вы не научились ее чувствовать Вы не чувствуете, что линия талии, например, у меня здесь То вы можете измерить карандашиком вот это расстояние Это ширина плечиков Затем отложить это расстояние вниз Вот так вот откладываете вниз И рисуете вот такую линию, например И она уже помогает вам увидеть, что талия получилась низко И поэтому вы уже немножко поправляетесь и рисуете ее выше Но ваша задача нарисовать это все естественно После того, как вы нарисовали линию плечей, выбрали Выбрали линию талии Вы делите вот это расстояние пополам Вот у вас серединка И у вас получается уровень линии груди Так, так, мы сейчас напишем И вот так вот мы напишем Значит, это у нас плечики, линия плечей Это у нас линия груди Это у нас линия талии Дальше нам надо выбрать линию бедер Столько, сколько получилось вот здесь Столько же я откладываю вниз То есть, вот на таком уровне рисую линию бедер У меня получилось линия бедер Еще раз Значит, вот этот отрезочек или расстояние равно вот этому расстоянию и равно вот этому расстоянию То есть, три одинаковых вот таких вот расстояния Плечи, грудь, талия, бедра Затем мне нужно выбрать ширину своей фигурки по линии бедер До этого я не ориентируюсь на плечи Как может показаться Я не хочу сейчас портить рисунок Сделать вот такую проекцию Ну, в тонких карандашах В тонком карандаше сейчас вам покатаюсь, попытаюсь показать А затем я ухожу куда-то там, скажем, вниз Вот так вот сделать Посмотрите, какая широкая фигурка получилась в области бедер Конечно, мне это не нравится И так делать не нужно А что нужно? Нужно ориентироваться на ширину груди Измерили, какая здесь у вас ширина груди Или вот так вот опустили проекцию на линию бедер Отсюда, сюда, отсюда, сюда И у вас получились вот такие вот Вот такая вот фигурка в этом месте Ну, а дальше вы уже всегда прямыми линиями Так, линеечки у меня под рукой Мне казалось здесь Одну секунду нашла И всегда прямыми линиями Дальше вы Ну, например, вот Забираете вот так, скажем Оформляете На этом участке Ткань всегда лежит Висит отвесно И поэтому вам не нужно никогда Здесь делать какие-то пузыри Надувать вот на этом месте Какие-то пузыри И вот у вас получилось Уже посмотрите, какая фигурка Что я здесь обычно добавляю Для того, чтобы вам было понятно Ну, можно на самом деле Вот так вот сделать здесь овал Получится такой красивый силуэтик, да Можно немножко грудку вот так вот подчеркнуть Не хочу портить сейчас эту историю Пусть будет так Вам хорошо видно Уровень плечиков Уровень груди Уровень талии И уровень бедер Как нарисовать сюда рукавчик Посмотрите как Немножко в сторону И длина рукавчика Она немножко не доходит до линии бедер Вот так нарисовали рукав А затем покажите, что он у вас Допустим, зауженный к низу Вот так, скажем Пожалуйста, может быть такой рукав Я когда-то раньше рисовала Вот такие вот рукавчики Вот так, вот так Тут у меня были эти И вот так вот Но это делать совсем не обязательно Потому что и так достаточно Все понятно Что еще? Еще нужно нарисовать технические Какие-то конструктивные элементы Которые присутствуют у нас всегда Если говорить о базовой конструкции То у нас выточка находится здесь Выточка находится здесь Талиевая выточка Я ее располагаю, вы знаете В стороне Ближе к нашему боковому шву И точно так же Я рисую рядышком спинку Смотрите, опять побыстрее Два плеча, горловинка Два боковых шва Которые сужаются всегда к талии Затем линия бедер И заужаем немножко свое изделие Книзу Ну, увидим, немножечко я увлеклась этим заужением Вот так, вот так Рукавчики Показали рукавчики Две плечевых выточки И две талиевых выточки Вот, собственно говоря, и все Когда вы научитесь делать Вот такие легкие наброски На любое свое изделие Дальше вы уже можете Развивать эту тему Ну, как хотите Например, хотите вырис лодочку Пожалуйста, рисуйте так Хотите эти выточки Из бокового шва Пожалуйста, рисуйте так Хотите рукавчик Вот такой вот книзу Вот такой И с какими-то Рисуйте так Хотите рукавчик-фонарик Можете нарисовать его Вот так вот Ну, вот так как-нибудь, да? Если коротенький рукавчик у вас будет Вот так можно нарисовать Хотите расклешенное платье Пожалуйста, рисуйте Рисуйте расклешенное Вот такое платье Ну, и так далее Любые формы Какие-то рельефы Какие-то еще кокеточки Какие-то подрезики Вы все можете черкать И рисовать вот здесь Хотите отрезную талию Пожалуйста Хотите удлиненную талию Пожалуйста, нарисуйте здесь И все Но тогда Когда вы будете уметь рисовать Пропорционально выверенно Линию плечей, груди, талию, бедер И по ширине примерно одинаково Вам уже легче будет договориться И с самим собой И с клиентом Если вы работаете с ним Для того, чтобы отшить ему Какое-то красивое платье Повторяю, насколько важно Делать нам такие картинки Чтобы не было расхождения В понимании наших целей Потому что у клиента иногда В голове одна картина рисуется А закройщика другая картина рисуется И в результате получается Совсем не то, что хотел клиент И платье может быть качественное Сидит хорошо Но клиенту его не надо Я была свидетелем такой истории Неоднократно за всю свою жизнь Поэтому придаю большое значение Техническому эскизу Поэтому я так настойчиво рекомендую вам Всегда подготавливать Вот это техническое задание С мерками правильно их снимать И правильно выбирать прибавочки Уже в зависимости от этого Ну вот, мои дорогие На сегодня, пожалуй, это все Пожалуйста, еще разочек Присылайте свои пожелания Что вам интересно Что вас интересует До новых встреч Всегда ваша Галина Коломейко Субтитры сделал DimaTorzok